Похвала святому мученику Юлиану Если на земле таковы почести мученикам, то по отшествия отсюда какие венцы испытаются на небесах святым их главам? Если прежде воскресения такова слава их, то каково будет сияние их после воскресения? Если от подобных себя рабов они получают такое почитание, то какого благоволения сподобятся они от Господа? Если мы, лукавые, умеем так почитать подвижников из подобных нам рабов и благоговеть перед ними, потому что они подвязались за Христа, то насколько более Отец наш Небесный даст бесчисленные блага потрудившимся для Него? Подлинно щедрый человеколюбив он, но не потому только ожидает их великие почести, а и потому что он должник их. Не за нас были заколаемы мученики, однако мы стекаемся в честь их. Если же мы, за которых они не были заколаемы, стекаемся, то чего не сделает Христос, за которого они положили свои головы? Если тем, кому он ничего не был должен, дал он столь великие блага, то каких даров не воздаст он тем, перед кем он должник? Ничего не был прежде должен вселенной. Все, говорит Павел, все согрешили, лишены славы Божией. Или лучше, за ним в долгу были казни и мучения. И однако, будучи должен воздать нам казни и мучения, он даровал жизнь вечную. Итак, если тем, кому он должен был казнен, дал он царству, то чего не даст тем, кому должен жизнь вечную? Какими почестями не почтит он их? Если за ненавидящих его он распялся и пролил кровь, то чего не сделает для тех, которые проливали кровь свою за его исповедание? Если отвращающихся, удаляющихся он возлюбил так, что даже умер за них, то возлюбивших его в высочайшей степени. Ибо нет Божьей той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Каким примет он благоволением и почитанием? Подвижники внешних состязаний на одном и том же мристалище и ротоборствуют, и побеждают, и провозглашаются победителями, и увенчиваются. Но с подвижниками благочестия бывает не так. Ротоборствовали они в настоящем веке, а увенчиваются в будущем. Борются с дьяволом, побеждают здесь, а провозглашаются победителями там. И да бы вам убедиться, что это справедливо, что не здесь даются им венции, но там ожидают их все дары. Послушайте Павла, который говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Где и когда? Который даст мне Господь в день он и праведный судья. Состязался, а там увенчивается. Здесь победил, а там провозглашается. Послушайте, что и сегодня он называет и говорит. И все эти и свидетельственные веры умерли, не получившие обещания, но только издалека видели их и радовались. Для чего же у подвижников внешних вместе и победы и венцы, а у подвижников благочестия, победы и венцы не вместе, но на таком расстоянии времени? Они подвязались, трудились здесь, потерпели бесчисленное множество ран, и Господь не тотчас увенчивает их. Не тотчас, говорит апостол, потому что настоящая жизнь по природе своей не вмещает величие той чести. Настоящий век скоро приходящий краток, а тот беспределен, бессмертен и бесконечен. Посему Господь выделил труды веку краткому и временному, а венцы сохранил для нестареющегося и бесконечного, чтобы и тяжесть трудов облегчалась, ограничиваясь краткостью времени, и наслаждение венцами было постоянно и нескончаемо, простираясь на вечность тех беспредельных веков. Таким образом он отложил дар, желая больше почтить их, и не только для этого, но и для того, чтобы они имели удовольствие уже чистое, как тот, кто прежде наслаждается и пользуется удовольствиями, а после того страдает, не чувствует настоящего наслаждения по причине ожидания будущего и бедствия. Так тот, кто прежде борется, подвязается, терпит бесчисленные бедствия, а после того увенчивается, не чувствует настоящих зол, ободряемой надеждой будущих благ. И не только надеждой в будущем он облегчил им настоящий труд, но и тем, что устроил быть скорбью в порядку прежде наслаждения, чтобы они, взирая на него, не очень были угнетаемы настоящими бедствиями. Так и бойцы охотно принимают раны, взирая не на боль, а на венец. Так и мореплаватели, перенося бесчисленные опасности, буря и тяжкую какую-нибудь войну, будучи готовы к бою с дикими зверями и с морскими разбойниками, не думают ни о чем подобном, а смотрят на пристань и обогащение торговлей, Так и мученики, претерпевая бесчисленные страдания, испытывая терзание тела различными мучениями, не смотрели ни на что подобное, но устремляли взор к небу и к тамошним благам. А дабы вам убедиться, что тяжкое по природе и невыносимое становится легким и весьма удобным от надежды на будущее, Послушайте первостоятеля таких благ. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе к Коринфянам, 16-18. 715. Все это сказано мной не попросту, но для вас, чтобы вы, когда увидите кого-нибудь наслаждающимся и пользующимся удовольствиями в этой жизни, а там имеющего подвергнуться наказанию, не ублажали его за настоящее наслаждение, а пожалели по причине будущего наказания. И с другой стороны, когда кого-нибудь из имеющих там наслаждаться великой честью увидите в скорби, в тесноте и среди бесчисленных бедствий в этой временной жизни, то не оплакивайте его за настоящее бедствие, но ублажайте и считайте достойным ревнования ради назначенных ему венцов в тех беспредельных веках. Празднуемого ныне святого произвел кирикийский народ, который произвел и Павла. Он был согражданин апостола, и оба служителя церкви оттуда предложены нам. Когда открылось поприще благочестия, и время призывало его к подвигам, то он попадает к жестокому зверю, бывшему тогда судье. И посмотрите, какова хитрость. Видя твердое убеждение святого и невозможность сокрушить силу его решимости, жестокостью казни, Судья употребляет против него медленность и отсрочки. Постоянно то вызывая мученика, то отсылая назад. Он не в один день высушив оттек ему голову, чтобы скорость казни не сделала для него подвига более легким. Но ежедневно вызывал его и отсылал назад, делал вов допросы, угрожал бесчисленными пытками, соблазнял стивыми речами, пускал в ход все хитрости, стараясь поколебать его непоколебимое основание. И водил его целый год по всей Киликии, желая посрамить его. А лучше сказать, чего не предполагал он, делая его более славным. Сам же мученик восклицал и воспевал с Павлом 2 Коринфянам 2.14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе, распространяет нами во всяком месте. Как мира пока лежит в одном месте, в нем только наполняет воздух благоуханием. А когда будет пронесено по многим местам, то все их наполняют своей добротой. Так точно случилось тогда и с этим мучеником. Его водили, намереваясь посрамить, но вышло противное. Через такие проводы подвижник становился славнейшим. И все жители страны Киликийской делал соревнователями своей добродетели. Его водили везде, чтобы не только по слуху знали о его подвигах, но и собственными глазами видели бы зрители самого венценосца. И чем дальнейшее расстояние мучитель устроял ему, тем славнее становились все его шествия. Чем больше полагал ему препятствия, тем более удивительными являлись подвиги. Чем долго времени растягивал ему скорбь, тем виднее дело его терпения. Золото, чем более времени подвергается действию огня, тем становится чище. Так и душа этого святого, мучимая тогда, от времени боли просеивала. И мучитель водил в мученики ничто иное, как трофей победы над самим собой и дьяволом. Обличение жестокости язычников, доказательства благочестия христиан, величайшее знамение силы Христовой, назидание и внушение верным. Чтобы и они охотно выдерживали такие же подвиги проповедника славы Божией, учители в искусстве таких подвигов. Подлинно он призывал всех последовать его ревности, не голосом только советуя, но и самыми делами своими, издавая звук громче трубы. Как небеса проповедуют славу Божию, не голос издавая, но великолепием вида своего, приводя зрителя в удивление перед создателем, так точно поведал славу Божию этот мученик, будучи и сам небом, и при том гораздо блистательнейшим этого видимого. Потому что не столько хор и звезд придают блеска небу, сколько струи ран умножали блеск тела мученика. А дабы вам убедиться, что раны мученика блистательные, утвержденных на небе звезд, посмотрите, на то небо и на звезды смотрят и люди, и бесы, а на раны мученика люди верные смотрят, но бесы не смеют прямо смотреть. Если же пытаются взглянуть, то тотчас ослепляются взоры их, не имея силы вынести исходящего оттуда блеска. Я докажу это не только давними случаями, но бывающими еще и ныне. Взял кого-нибудь, одержимого бесом и беснующегося, приведи к этому святому гробу останки мученика, и ты увидишь, что он непременно отскочит и убежит. Как будто ему предстоит идти по горячим уголям, так он выскакивает тотчас из самого преддверия, не осмеливаясь взглянуть даже на мученик, на самую раку. Если же теперь, спустя столь долгое время, когда мученик стал прахом и пеплом, бесы не смеют взглянуть на памятник и на обнаженные кости святого, то явно, что и тогда, когда они видели его обогренным кровью со всех сторон, блиставшим ранами более нежели солнцем лучами, они были поражаемы и с пораженными взорами убегали. 717 Видишь, как раны мучеников блистательнее и удивительнее звезд небесных, и больше имеет силу. Таким образом, святый выведен был на середину, и горькие муки окружали его отовсюду, страх будущего, тяжесть настоящего, боль от наступившего, томление от ожидаемого. Палачи, окружавшие тело его, подобно диким зверям, терзали ребра его, скоблили плоть, обнажали кости, доходили до самых внутренностей. Но хотя переискали все, не смогли, однако, похитить сокровища веры. В царских сокровищницах, где хранится золото и другое, неоцененное богатство. Как только разломаешь стены или отворишь двери, то сейчас увидишь лежащее сокровище. А здесь с этим святым и христоносным храмом произошло противное. Палачи разломали стены, расторгли грудь, однако ж лежавшего в ней богатства не видали и не могли взять. Но что испытали жители Содома, которые стояли у самой двери лота вожилища и не нашли входа? Тоже и они переискали везде тело мученика, но овладеть сокровищами и опустошить богатство веры не могли. Таковы душевные доблести святых, неотъемлемые и непреодолимые. Они заключены в непоколебимости души их, как бы в каком-нибудь недоступном убежище. И ни взоры мучителей не увидят их, ни руки палачей не в состоянии отнять их. Но хотя бы они растерзали самое сердце, которому преимущественно в вере на душевное мужество, хотя бы растекли его на мелкие части. И таким образом не опустошили бы они этого богатства, еще более увеличили бы его. Причина и же тот, что в таких душах обитает бог. А воюющим из богом никогда невозможно одержать победы, но неизбежно должно удалиться посрамленным и потерпевшим постыдное поражение. Поэтому и в то время произошло прямо противное обычному. Везде дела одерживают верх над словами, а тогда слова одержали верх над делами. Каким образом? Мучители употребляли в действии огонь, железо, пытки, употребляли истязания, мучения, бичевания, совершенно истерзали ребра его. Но страдалец остался неодолим, он только говорил, и давал один только голос, и слово одержало верх над делами. Из уст мученика исходил святой голос, и вместе с ним изливался свет блестательной луча солнечного. Свет этого луча таков, каково расстояние от неба до земли, и лучше даже и этого всего расстояния он не может пройти, когда посреди встретится или кровь, или стена, или облако, или какое-нибудь другое тело, но отражается и дальнейшее движение, и его преграждается этим препятствием. А голос мученика, исшедший из святых уст его, вознесся на самое небо. Он прошел в небо небес, увидели его ангела, отступили архангела и посторонились. Херувима и прочие силы повели его вверх, и не прежде остановились, как когда привели его к самому престолу царскому. После этого голоса, когда тогдашний судья увидел, что все средства употреблены тщетно и напрасно, что он идет против вражна и развивает адамант, что он делает? Он приступает, наконец, к явному своему поражению и лишает мученика настоящей жизни, так как смерть мучеников есть явное поражение убивающих и блистательная победа убиваемых. Но посмотри, какой ужасный и жестокий придумал род смерти, достаточно доказывающий жестокость мучителя и мужество мученика. Какой же именно род казни? Принесший мешок и наполнив его песком, он сажает туда скорпионов, змей, ехин и драконов, сажает вместе с ними и святого и бросает в море. И вот был мученик вместе со зверями и заключен опять праведный человек вместе со зверями. Я сказал опять, чтобы вы вспомнили древнее повествование о Данииле. Того заключили в ров, а этого посадили в мешок. Тогда привалили камень, а здесь зашили мешок, сделав для праведника еще теснейшую темницу. Но звери везде уважают тела святых. Посрамление, осуждение тех, которые почтены даром слова и удостоены быть людьми, но чрезмерной лютостью своей затмевает свирепость диких зверей. Каков, конечно, был и этот мучитель. И можно было видеть дивное чудо, не меньшее чудо с Даниилом. Как тогда удивились Вавилоняне, увидев ее через много дней, вышедшим из рва львиного, так удивились ангелы, видя душу Юлиана из мешка и волн, восходящий на небо. Даниил поразил и победил двух львов, впрочем, телесных. Этот поразил и победил одного льва, но мысленного, врага нашего дьявола, который, говорится, как лев рыкающий ходит, ища кого поглотить. Но и он был побежден мужеством мученика, который сложил в себя яд греха, а потому его он и не поглотил, потому и не боялся ни льва, ни ярости с зверей. 719 Хотите, я расскажу еще другое древнее повествование, где праведник и звери. Вспомните о потопе при Ное и о ковчеге? И тогда праведник и звери вместе. Но Ной вошел человеком и вышел человеком, а Юлиан вошел человеком и вышел ангелом. Тот вошел с земли и вышел опять на землю, а этот вошел в мешок с земли и из мешка отошел на небо. Море взяло его не для того, чтобы умертись, но чтобы увенчать. И увенчав, возвратило нам тело мученика. Этот святой ковчег, его мы храним до настоящего дня, как сокровищницу бесчисленных благ. Бог разделил с нами мучеников. Сам, взяв душу их, тела Он как бы дал нам, чтобы святые кости были у нас постоянным напоминанием об их добродетели. В самом деле, если тот, кто смотрит на окровавленное оружие бойца, на его щит, копье и лат и тотчас, хотя бы это был ленивейший из всех, вскакивает, горячится и стремится к войне, видом этого оружия побуждаясь к совершению таких же подвигов, то мы, взирая не на оружие, а на самое тело святого, удостоившееся быть окровавленным за исповедание Христово, хотя бы мы были бы излили всех, можем ли не возыметь великой ревности, когда это зрелище, как бы какой огонь, проникает в нашу душу и призывает нас на такой же подвиг. Для того Бога оставил нам тела святых до времени воскресения, чтобы мы имели в них урок величайшего любомудрия. Впрочем, немощи нашего языка, да не уменьшаются похвалы мученика, но дожидает распорядителя подвигов Бога, кто дает им венцы, тот и восхвалит их. Похвала им не от людей, но от Бога. И то, что мы сказали, сказали не для того, чтобы показать мученика более светлым, но чтобы вас сделать более ревностными. Оставив же похвалы, и мы обратим всю речь к вам, а лучше сказать похвалы мученикам. Невозможно прекратить, когда кто беседует в церкви о предметах полезных. Будьте же внимательны, я хочу сегодня истребить дурной старинной обычай, чтобы нам не только приходить к мученикам, но и подражать мученикам. Так как честование мучеников не только в том, чтобы приходить к ним, но еще прежде это в том, чтобы соревновать их мужеству. Поэтому прежде всего надо бы указать дурной обычай, потому что не зная болезни, неудобно применять и врачевство. Я раскрою прежде рану, а потом приложу лекарству. Какой же это дурной обычай. Некоторые собравшись здесь сегодня, я не стану обвинять в этой вине всю церковь. По беспечности и простоте оставив нас завтра устремятся в дафну, распочать завтра то, что мы собрали сегодня, и разрушать то, что мы создали. И так, чтобы присутствие здесь не осталось для них бесплодным, скажем немного об этом и окончим речь. Затем скажи мне, спешишь ты в это предместие города. Вот здесь предместие горнего Иерусалима. Вот здесь духовная дафна. Там источники вод, здесь источники мучеников. Там гипарис и бесплодные деревья, здесь останки святых. Корни насаждений на земле и простирающиеся до неба ветви. Хочешь видеть и плоды этих ветвей? Открой очи веры, и я тотчас покажу тебе естество этих дивных плодов. Вот этих ветвей ни яблоки, ни орехи, ни другое что-нибудь тленное и погибающее. На исцеление у вечных тел, отпущение грехов, истребление порохов, врачевание душевных болезней, непрестанная молитва, дерзновение пред Богом. Все духовное и преисполненное небесных благ. Эти плоды, постоянно срываемые, всегда остаются в изобилии, и никогда не бывает в них недостатка у тех, кто их возделывает. Притом дерева, растущие на земле, приносят плоды однажды в год. Если не сорвешь их, то с уступлением зимнего времени и дерева теряет свое благолепие, когда плоды портятся и опадают. А эти не знают ни зимы, ни лета, не подлежат влиянию времен года, и никогда нельзя видеть их обнаженными от их плодов, но всегда они стоят в одинаковом благолепии. Не касается их ни тления, ни перемены времен. Так, сколь многие, с тех пор, как это тело, насажденное на земле, собирали бесчисленное исцеление от этой святой гробницы, и однако плодов не убавилось. Жатвы пожинали, а колосья не оскудели. Черпали из источника, а потоки не опустили. Напротив, происходит некоторый постоянный привив. Никогда не истекающий, но взамен подчерпаемого всегда производящий еще обильнейшее чудо. Впрочем, не только совершаются чудеса, но и преподаются уроки любомудрее. Если ты, богатый, гордишься и имеешь надменную душу, то, пришедший сюда, увидев мученика и обдумывав разность между твоим богатством и его изобилием, ты тотчас смиришь гордость и отложишь надменность. Уйдешь отсюда с полным здоровьем в душе. Если же ты беден и считаешь себя презираемым, то, пришедший, увидев богатство мученика и посмеявшись над внешним богатством, выйдешь отсюда и исполнишь из великого любомудрия. И хотя бы нанесены были тебе оскорбления или убытки или раны, увидев, что ты еще не столько пострадал, сколько этот святой мученик, ты также получишь отсюда достаточное утешение. Видишь, каковы плоды этих корней, как они неиссякаемы, как духовные, как они касаются самой души. Я не запрещаю ходить в предместе, но запрещаю идти завтра. Для чего? Для того, чтобы наслаждение было безукоризненным, чтобы удовольствие было чистым, чтобы не превходило осуждение. В иной день можно и насладиться удовольствием, и избежать греха. Если же ты хочешь и ныне наслаждаться удовольствием, то что приятнее этого собрания, что прелестнее этого духовного зрелища, собрания со членов твоих, твоих братьев, то ты хочешь участвовать и в телесной трапезе. Можно по окончании собрания здесь, подле храма мучеников, расположившись под смоковницей или под виноградником, и телу дать отдых, и совесть избавить от осуждения. Мученик, видимый вблизи находящейся подле и предстоящей самой трапезе, не допустит удовольствию разлиться в грех. Но как бы какой наставник или превосходный отец, созерцаемый очами веры, он сдерживает смех, отсекает непристойное удовольствие, уничтожая все порывы плоти, которых там невозможно избежать. Почему? Потому что завтра захватят предместия хороводы людей, а вид таких людей часто и желающий быть благоразумным, невольно приведет к подражанию подобному бесстыдству, и особенно, когда среди их присутствует и дьявол. Он бывает там, вызываемый блудными песнями, срамными речами, бесовским ликованием. Но ты отрекся от всего этого ликования, определил себя в служении Христу, в тот день, в который удостоился священных тайн. Помни же те слова и тот обед, и избегай их нарушения. Я хочу побеседовать и с теми, которые присутствуют здесь и не пойдут туда, и поручить им спасение прочих. Так и врач, пришедший к больному, немного говорит с лежащим, но призвав приближенных к нему, им дает все наставления касательно лекарств, кушания и остального ухода. Почему? Потому что больной не сейчас принимает совет, а здоровый с полной готовностью выслушает, что говорится. Поэтому я после них хочу побеседовать и с вами. Заранее захватим завтра ворота, займем дороги, снимем с повозок мужчин, а женщин и женщин. Приведем их сюда. Не будем стыдиться. Где спасение брата, там нет стыда. Если они не стыдятся, отправляясь на беззаконное ликование, то гораздо более нам не должно стыдиться, намереваясь возвратить их к этому священному торжеству. Когда предстоит спасение брата, не будем отказываться ни от чего. Если Христос умер за нас, то вам должно терпеть все за них. Хотя бы они стали наносить удары, хотя бы стали брониться. Ты держи и не прежде отступай, пока приведешь их к святому мученику. Хотя бы пришлось устроить суд из прихожих, из прохожих. Желающие пусть слушают. Я хочу, скажи, спасти брата. Вижу погибающую душу. И не могу пренебречь родством. Кто хочет, пусть осуждает. Кто хочет, пусть обвиняет. Но вернее, никто не осудит, напротив, все похвалят, все одобрят. Не за деньги, не возмщение за личную обиду, и не за иное что-нибудь житейское, я спорю и сражаюсь, а за спасение брата. Кто не одобрит этого? Кто не подивится? Нас, ничем не связанных друг с другом, по родцу плоскому. Родство духовное связало любовью сильнее родителей. Если хотите, возьмем с собой и мученика. Он не постыдится пойти и спасти братья. Представим его очам их. Пусть устрашатся его присутствие, пусть постыдятся его увещания и просьбы. А он не постыдится и просит. Если владыка его умоляет естество наше, 2 Коринфянам 5.20, и так мы, посланники, от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. То тем более сделает этот араб его. Одно только печалит его, погибель наша. Одно радует спасение наше. И потому он не откажется сделать ничего для этого. Не будем же и мы стыдиться, и не будем считать этого излишним. Если охотники ходят по стремнинам, горам, пропастям, и по всякому непроходимому месту, желая поймать зайца или серну, или что-нибудь другое подобное, или часто даже каких-нибудь диких птиц, то как ты, имея в виду ответь от погибели не ничтожное, бессловесное, но духовного брата, за которого умер Христос, отказываешься и стыдиться не горы и леса проходить, а только выйти к воротам. Какое, скажи мне, будешь ты иметь оправдание? Разве ты не слышишь, как один мудрый увещевает и говорит? Есть стыд, ведущий ко греху. Терахов 4.25. Но ты боишься, чтобы кто-нибудь не осудил тебя. Сложи вину на меня, сказавшего это. Скажи, что так велел учитель. Я готов судиться с осуждающим и предстать оправдание. Но лучше сказать, ни вас, ни нас не осудит никто, хотя бы был и очень бесстыден. Напротив, одобрят все, не только жители нашего отечественного города, но и соседних городов, и подивятся нам за попечительность, за то, что такова у нас сила любви, и такова ревность взаимной привязанности. Но что я говорю о людях? Сам владыка ангелов одобрит нас. И так, зная награду, не презрим этой охоты, возвратимся завтра сюда. Не одни, но пусть каждый придет, ведя с собой добычу. Если только ты придешь в тот час, когда выходишь из дому, выходящий из дома отправляется в дорогу, и отвлечешь его на путешествие сюда, то потом не будет никакого затруднения. Напротив, по прошествии некоторого времени, и он принесет тебе великую благодарность. И все прочие похвалят вас и подивятся. А что всего важнее, небесный владыка даст вам за это великие награды, умножит эту прибыль и эту хвалу. Таким образом, представляя себе прибыль, какая произойдет для нас отсюда, рассеемся все пред городом, схватим наших братьев и приведем сюда, чтобы и завтра у нас было полное зрелище и всецелое торжество, чтобы святый мученик за здешнее усердие принял нас в вечные обители с великим дерзновением, которого досподобимся всем и благодатью человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава со святым и животворящим Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.